Планета Сочи была создана в 2017 году. В команде, организованной на базе молодежного клуба, собраны опытные КВНщики, авторы и участники различных телепроектов. В прошлом году Александр Масляков пригласил наших веселых и находчивых в высшую лигу, где они успешно дошли до полуфинала. Я на самолете, а не на поезде. Я на такси, а не на метро. Я в хаяте, а не на хате. Мы команда. Планета Сочи также являются вице-чемпионами Центральной Краснодарской лиги и обладателями Кубка КВН Краснодарского края. И теперь у сочинской команды есть свой спонсор. Сегодня было подписано соответствующее соглашение. Глава города обратился к курорту и сказал, что он верит в эту команду, надеется. Мы посмотрели, конечно, много всяких выступлений команды. Тоже в нее поверили. Поверили в наши традиции, которые у нас отличные в городе Сочи. Поэтому считаем, что это сотрудничество плодотворно для всех. Но и самое главное, молодежь нужно поддерживать. Молодежь нужно давать возможность самореализоваться через вот такую поддержку. Мне кажется, она всем понятна и поможет им и, может быть, поможет и нам. Очень долго шли к этому в том плане, что всегда у нас были проблемы с финансированием. У нас не было партнеров. И вот, наконец-то, этот день пришел, когда горки-город стали нашими полноценными партнерами. Теперь нам только нужно будет думать о творчестве и все. В 2014 году при содействии мэра города у ребят появился свой дом КВН. А одним из самых успешных проектов юмористов стала школьная лига КВН, которая насчитывает 16 школьных команд Большого Сочи. И сейчас, обретя хорошего партнера, команде предстоит достойно представлять себя и свой город. Это не просто игра. Это все-таки имя города. И хотелось бы, чтобы в своих выступлениях максимально вы подчеркивали о том, что у вас есть такой партнер, как горки-город. О том, что вы из города Сочи. Кстати, сейчас в Сочи проходит 30-й международный фестиваль команд КВН. Сегодня завершился первый тур, второй стартует 19 января. Лучшие коллективы выступят на гала-концерте Кивина и получат путевки в телевизионные лиги. Съемки пройдут 24 января в Зимнем театре.